Великую Отечественную 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 происходили. И история дает мне ответы на эти вопросы. В университете Лобачевского есть исторический факультет, и в нем есть кафедра про Византию. Я хочу поступить именно туда и более углубленно заняться изучением Византии. В прошлой школе мы не на Олимпиадах, нигде не участвовали. А здесь я получил возможность показать себя. Это довольно сложно, но и все-таки интересно, потому что лучше заниматься какой-то исследовательской работой, чем просто зубрить. Исследовать мир школьникам хочется не меньше, чем успешным ученым. В 113-й школе есть для этого своя научная лаборатория. Подключиться к ее работе могут все талантливые нижегородские дети. В исследовательском клубе «Кулибин» главным авторитетом пользуются неумные книжки и даже неопыт учителя. Больше всего здесь уважают личный опыт, то есть эксперимент. Самый большой результат, которого мы добиваемся, это то, что дети перестают бояться экспериментировать. Когда они приходят, они вот так вот сидят и вспоминают, что они прочитали в самом лучшем случае. А прозанимались, допустим, полгода и они уже приходят, они уже что-то пытаются собирать какие-то приборы, они что-то измеряют, они там думают, они выдвигают какие-то гипотезы. Солнце кремний является пьезоэлементом, то есть химическим элементом, который может превращать один вид энергии в другую. Сейчас мы подключим солнечную батарею к прибору, который показывает, есть электрический ток, и проведем эксперимент. Результат налицо. Стрелка у нас медленно попала вправо. Конечно, димит фонарик не солнце, от солнца было бы гораздо лучше, но все, уже ток есть. Солнечная батарея работает, кремний делает свое дело. Это симулятор гравитационных волн, который основан на столкновении черных дыр. Когда они сталкиваются, происходит взрыв. Это мост Леонардо, он держится без единого гвоздя и без клея за счет силы трения и силы упругости. Его изобрел Леонардо да Винчи для военных целей, чтобы переправляться через маленькие речки и собирать, и убирать его за собой. Ну, он держится за счет силы трения и удерживает большие грузы. Обучение детей исследовательской деятельности, ведь в нашей стране, ну, мало кто занимается. То есть, таких людей, вот, это единицы. Поэтому мы вступаем в ту зону неизвестного. И мы каждый день решаем какие-то задачи, перед нами же стоят какие-то вопросы. Поэтому, в общем-то, вся наша работа эксперимент. А сейчас вот у нас проходит конференция, и я в некоторых моментах вижу, что это получилось, и получилось здорово. Уважаемая аудитория, вашему вниманию представляется работа ученика третьего класса Гейка Павла на тему исследования электромагнитной совместимости совместно работающих устройств связи. Самое важное, что может с этих конференций прежде всего получить ребенок, это работа с аудиторией. Опыт. Опыт, конечно же. Опыт, прежде всего, защита перед комиссией своей работы. То есть, для его возраста, сейчас он в третьем классе, это просто уникально. Просто уникально. Мне в будущей работе, может, это очень пригодится. Больше всего пригодится будущим ученым. Выпускников 113-й школы уже сейчас легко встретить на физическом факультете университета Лобачевского. Они и руководят, и учат, и проводят исследования. Высочайшего уровня учителя, которые у меня были, многие из них заслуженные учителя Российской Федерации. Если бы не они, если бы не тот высокий уровень образования, который они мне дали, пожалуй, сейчас меня бы здесь не было. Мы всегда могли подойти, задать любой вопрос. Они всегда нам помогали, выручали. Если бы не это отношение, наверное, я бы не стал работать со студентами. И я стараюсь, опять же, в работе со студентами придерживаться той же самой концепции открытости, выручки, взаимовыручки. Я уже работал со студентами, которые закончили 113-ю школу буквально недавно. Мне довелось и поработать в 113-й школе в рамках университетского кластера. Я преподавал программирование для учеников 10-го класса. Я вижу, что придя на физический факультет, они не теряются в основной массе студентов. Сейчас они занимают лидирующие позиции. Ребята получают стипендии и выделяются на общем фоне. Такая среда, безусловно, нужна. Вот среда общения школы и вуза. Потому что некая ступенька в знаниях, в подходах, которые есть в школе и которые есть в вузе, она существует. И для того, чтобы сгладить эту ступеньку для школьников, безусловно, им нужно давать возможность как-то попадать в университет, что-то смотреть, смотреть по сторонам, выполнять какие-то несложные работы, может быть, экспериментальные, теоретические. Например, выпускник 113-й школы Павел Дрожилкин под присмотром профессора Игоря Гребенева описал опыт с маятником, который объединяет школьную программу с физикой переднего края. Даже если мы запустим его просто как математический маятник, то он найдет себе вторую частоту и начнет с ней колебаться. Просто случайная подготовка по физике не обеспечивает сегодня целенаправленного развития физического образования. И по преимуществу вот только дети, прошедшие систему физмат-школы и особенно целенаправленное выполнение учебно-следовательских работ, вот по преимуществу они образуют тот контингент, из которого в дальнейшем может получиться инженер-физик, исследователь-физик и вообще просто квалифицированный физик. Я давно интересовался физикой, я решил уже тоже очень давно, что я хочу поступать именно на физический факультет. Мы здесь какое-то время занимались во время обучения в школе, и как-то это место стало уже каким-то родным в некотором смысле. Такое родство с любимым делом, с университетом, со школой и движет образование и науку вперед. И в 113 школе об этом хорошо помнят. Самые ценные, наверное, в любой школе – это дети. Они замечательные, они добрые, они веселые, они талантливые, они очень благодарные и отзывчивые. С ними работать – это очень благодарный труд, потому что они слышат, понимают, и все то, что я отдаю детям, все, я надеюсь, доброту, все свои знания, они мне возвращают в старицей. Я вижу, как они растут, какими они становятся, то есть я вижу результат своего труда. Я стараюсь им показать на протяжении всех лет, что это наша семья, что это главное. Я здесь учусь уже седьмой год, это для меня как второй дом. И еще хочется, чтобы здесь становилось выше качество образования, чтобы, не знаю, как остальные, мне хочется, чтобы здесь было больше учеников, чтобы повышать популярность этой школы. Здесь учились много моих родных и близких, и всего 11 членов семьи, я являюсь 12-й. Учителя Пискунова Анастасия Родионовна, Трифилова Нина Владимировна, очень заслуженные учителя, они учили как мою маму, так и меня учат, и мы все безумно благодарны им. Я люблю свою школу, потому что тут хорошие друзья и никогда не обидят, тут хорошие учителя и хороший директор. Если бы, конечно, уроки начинали с 10 часов, чтобы хорошо поспать, а так-то все отлично. Это наше детство, это процесс взросления, ну, это здорово. И когда, окончив школу, ребят сюда тянет, и они приходят сюда, кому-то из учителей, может просто пройтись вот по коридорам, такое же тоже есть, и приходят и говорят, скучаем, не хватает. Это здорово. Поэтому и школе хочется пожелать, и дальше здравствуйтесь. Приходите к нам, ученики, ваши дети, внуки, пускай к нам приходят, мы их научим. Желаю, безусловно, крепкого здоровья, крепких нервов, поскольку учительская профессия этого требует. Школа обладает замечательными традициями, и тот 80-летний фундамент, который она имеет, это прекрасная стартовая площадка для развития и процветания школы. Поэтому всех благ, процветания любимой школе, творческих идей и всего самого наилучшего. Я желаю школе, чтобы у нее были самые-самые хорошие ученики, и выходили они с пятерками. Я знаю много талантливых выпускников школы 113, и я желаю, чтобы в будущем их стало еще больше. Я желаю школе, конечно, процветания, продолжения творчества, несмотря ни на что, двигаться вперед. Я поздравляю школу с днем рождения, желаю ей счастья, здоровья, чтобы она долго-долго стояла. Я поздравляю нашу университетскую школу, школу номер 113, с юбилеем. Я поздравляю, конечно же, преподавательский состав. Я поздравляю всех тех преподавателей, сотрудников университета, профессоров, доцентов, ассистентов, которые работают в университете и работают одновременно в школе. Я, конечно же, поздравляю всех учеников и родителей, кто вот вместе с нами несет эту тяжелую ношу создания системы хорошего образования. Ну, давайте я поздравляю также выпускников, их много, они тоже хорошо известны, а также всех тех, кто собирается пойти в нашу университетскую 113-ю школу с праздником.